Самые смелые предположения фантастов сбылись. Роботы захватили людей и теперь вместо них не только ездят и ходят, но даже играют в бильярд и баскетбол. Зрелищный чемпионат прошел в Челябинске. Игры увлекли не только детей, но и очень важных взрослых. К постоянному вниманию зрителей Кириллу не привыкать. В обычной жизни он играет в собственном рок-коллективе. Именно там ему и пришла идея заменить настоящую гитару игрушкой. Захотелось как-то на концерте играл, захотелось вот сделать что-то подобное. Пел, когда вспомнил, вот про лего решил сделать. На областные соревнования съехались победители городских и районных. Из тысячи команд, действующих на территории Южного Урала, приехала лишь каждая шестая. Сегодня у нас 151 команда. По сравнению с прошлым годом это было 112, с позапрошлым всего 10 команд. Вот такая вот динамика. Различные сборные соревнуются сразу в двух программах. В основной требования жесткие. Они определены международными правилами. Это две минуты на прохождение дистанции. Конкретные очки за прохождение определенных препятствий. За каждый шарик, допустим, там перенесенный в базовый лагерь 10 очков. За преодоление препятствий 10 очков. За попадание там 20 очков в корзину. Кроме баскетбольной корзины, разноцветные шары нужно загнать и бильярдные лузы. Профессионал в этом Юрий Степанов. Он уже давно уверен, играть на зеленом сутне Кием – прошлый век. Мне кажется, лучше роботом загнать. Легче. За попытками школьников скромно наблюдает министр образования. Он пришел на соревнования с собственной дочерью. И пока она болеет за участников, он рассказывает про областное лего-движение. Оно прижилось в регионе неплохо, хотя изначально было привезено с западом. Когда я был в Лондоне, и нас возили по четырем школам, в самом Лондоне и в английских школах, дети нам ничего не показали. Нам не показали ни одного урока. Ни математики, ни физики, ни английского. Нам показывали только соревнования лего-роботов. Состязание сегодня проходит и в неофициальной творческой программе. Ее гвоздь – изобретение маленького копейчанина и его мамы. Они предлагают провести лего-евровидение. На него замахнулись после прошлогодней победы Димы Билана, Евгения Плющенко и Эдвина Мартона. И поскольку так сложилось, что у нас наши россияне в прошлом году выиграли именно три человека, то мы хотели сделать именно такой проект из трех очень хороших составляющих компонентов. И я думаю, у нас это получилось. Получившиеся компоненты – это пианино, которое играет само по себе, небольшой клоун, танцующий по движению конструкторского механизма и компактная фабрика по изготовлению мыльных пузырей. Для их производства перепробовали многочисленные химические составы. Остановились на магазинном. Такой выбор публике понравился.